Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться. На канале много полезного и интересного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если вас интересуют машины в наличии, либо вакансии в компании, все это по ссылкам, а не в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. Часто бывает такое, что одни и те же агрегаты разные автопроизводители используют на различных непохожих друг на друга моделях. Одной из таких пар являются и два автомобиля-близнеца, непохожих друг на друга Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Тем не менее, вопрос, какой из таких вариантов предпочесть, довольно часто звучит, в том числе и из уст наших клиентов. В нашем сегодняшнем обзоре сравним эти два автомобиля, чуть-чуть затронем техническую часть, посмотрим салон, багажник, дорожный просвет, ну и по традиции поднимем обе машины на подъемник и попробуем определиться, что же все-таки интереснее. Kia Sorento в кузове XM, вторая генерация модели. Если первый Sorento, по сути, представлял собой рамный внедорожник, то в данном случае это типичный кроссовер. Рамы здесь нет, понижающие передачи тоже. Задняя ось подключается в работу через муфту на полноприводных модификациях. Эта машина дебютировала в 2009 году, а вот период выпуска оказался очень долгим. Последние экземпляры скатились с конвейера в 2021. В конце 2012 года машину провели через рестайлинг, в ходе которого слегка обновили внешность и чуть-чуть поправили интерьер. На российском рынке эти машины предлагались с одним из двух вариантов моторов. Это бензиновый двигатель объемом 2,4 на 175 лошадиных сил и дизель объемом 2,2 на 197 лошадей. Автомобили могли оснащаться механической либо автоматической коробкой передач и передним либо полным приводом. В отличие от Kia Sorento, первое поколение Hyundai Santa Fe уже не было внедорожником. Это, по сути, был кроссовер с несущим кузовом, но с постоянным полным приводом. Вторая же генерация, получившая кузовной индекс CM, появилась в 2006 году и выпускалась до 2012. Обновление случилось в 2009, когда Hyundai Santa Fe получил те же агрегаты под капот, что и Sorento. 2,4 литра 175 лошадиных сил, либо дизель 2,2 на 197 лошадей. По части комплектации та же картина передний либо полный привод, автомат либо МКПП. Оба автомобиля отнюдь немаленьких габаритов. Длина кузова Kia Sorento 4,68 м, ширина 1,88 м, а высота 1,77 м. Колесная база автомобиля при этом составляет 2,70 м. Радиус разворота здесь 5,45 м, а снаряженная масса 1675 кг для бензинового автомобиля. Hyundai Santa Fe в плане внешних габаритов чуть короче, но при этом немного шире. Длина кузова 4,66 м, ширина 1,89 м, а высота 1,72 м. При этом снаряженная масса у Santa Fe больше 1780 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Kia Sorento XM демонстрирует нам разброс показаний толщиномера в диапазоне от 95 до 120-125 микрон, если говорить про элементы в заводском окрасе. Что касается стойкости кузова этого поколения с орентокоррозией, то здесь все обстоит гораздо лучше, чем было у предшественника, который практически готовое пособие к тому, как делать не нужно. Зоны риска обычные, пороги и арки, а также места стыковки пластиковых панелей с металлическими. Если касается окраса Hyundai Santa Fe, то несмотря на то, что эти автомобили собирались на различных производствах, на разных заводах и даже в разных странах, картина на дисплее толщиномера здесь та же самая 93-95-120-130 микрон. В отличие от Sorento, у Santa Fe нет пластикового обвеса по кругу, так что задние арки, в случае чего, в данном случае имеет смысл проверять более пристально. Однако основное внимание все же стоит уделить осмотру днища кузова на подъемнике. Встретить на подобных машинах именно внешние очаги коррозии на кузове можно лишь в самых запущенных случаях, либо вследствие некачественного ремонта. А вот отметить склонность рыжей сколов, которые образуются у одного и у второго автомобиля на козырьке крыши над лобовым стеклом, в случае, если машина часто эксплуатируется на трассе, это можно. Так что не удивляйтесь, увидев подкрашенную без шпаклевки полоску по верхней границе лобовика. Эта агрегатная база, она для этих двух автомобилей одинаковая, но это касается Hyundai Santa Fe в рестайлинговых вариантах после 2009 года. До этого периода здесь можно было обнаружить другие моторы. Дизель 2 литра на 150 лошадей и бензиновый V6 2.7. Но в нашем случае мы говорим про рестайлинговую версию, поэтому здесь под капотом будет в любом случае G4KE, рядная четверка на 175 лошадей объемом 2,4, либо дизель объем 2,2, мощность 197 лошадиных сил и очень внушительный крутящий момент свыше 400 ньютона метров. Индекс дизеля D4HB. Если говорить про основные проблемы этих бензиновых моторов с цепным ГРМ, то в данном случае к ним относятся появление задиров в цилиндрах, а также проблемы с проворотом вкладышей, которые зачастую возникают вследствие выхода из строя маслонасоса, с переменной производительностью которой устанавливался на моторы объемом 2,4. Вторая проблема может настичь подобный двигатель практически на любом пробеге. И от нее никто по сути не застрахован. Как правило, после капитального ремонта сюда устанавливается самый обычный простой маслонасос, который постоянно работает на максимум, что позволяет подобную проблему на будущее предвосхитить. При покупке бензинового варианта в обязательном порядке не поленитесь выкрутить свечи и посмотреть на поверхность цилиндра эндоскопом. Что касается дизеля D4HB, то этот мотор в целом надежный и мощный. Он обеспечивает хорошую тягу и неплохую топливную экономичность. Но самая основная проблема, с которой можно столкнуться при наличии такого двигателя под капотом, это его топливная система. Ее ремонт может влететь в копеечку. Также у D4HB случаются проблемы с управлением свечами накаливания, а в некоторых случаях приходится иметь дело и с пробитой прокладкой головки блока цилиндров. Что касается коробок передач, то как к механическим, так и к шестиступенчатым автоматическим КПП на этих автомобилях вопросов по большому счету нет. Коробки работают долго и исправно, а вот полный привод на одном и на втором варианте следует в обязательном порядке проверять. Если покупка происходит не зимой на скользком покрытии, когда это можно сделать просто визуально, не поленитесь вывесить автомобиль на подъемнике и проверить исправность муфты включения полного привода, а в некоторых случаях не придется даже вывешивать. Если кардан на стоячей машине свободно вращается руками, значит шлицевой части в редукторе уже нет. И вас ждет довольно небюджетный по нынешним временам ремонт. Ну а теперь сравним внутреннее пространство двух этих автомобилей. Начнем, конечно, с багажника. Первым пойдет Соренто, чей каталожный объем багажного отделения это 525 литров. Крышка багажника здесь весьма массивная, никакого электропривода на ней нет. Проем широкий. Вооружимся рулеткой, посмотрим, насколько. Проем широкий. Средняя часть 121 сантиметр. Высота от фальшпола до крыши 77. Ширина багажника по его наиболее узкой части 112 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до спинки задних сидений 102. Если вы сложите спинки сидений второго ряда, то в данном случае сможете увезти нечто длиной до 1,84 метра. А максимальная длина груза, который можно увезти у Перефова в переднюю панель, 2 метра 64 сантиметра. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению этого конкретного Соренто, здесь автомобиль в семиместной спецификации. Соответственно, вместо большого дополнительного бардачка у нас находятся сидения. Вследствие этого наличие отдельного управления вентилятором-отопителя для задних пассажиров третьего ряда. Также здесь есть крючки, за которые можно зафиксировать сетку. А в дополнительном отсеке у нас находится штатный инструмент. Но карман-то здесь весьма узенький. Запасное колесо у Соренто подвешено снизу, как, например, на Mitsubishi Outlander. И опускается на подъемнике при помощи обычного баллонника. De Santa Fe по каталогу больше, 774 литра. Здесь такая же массивная крышка и столь же широкий проем. По крайней мере, чисто визуально. А вот фактически его ширина меньше, чем у Соренто. 119 сантиметров в средней части. Зато здесь больше высота. От фальшпола до крыши 82 сантиметра. Ширина в наиболее узкой части 115. А расстояние до спинок задних сидений точно такое же, 102 сантиметра. Сложив заднее сидение, вы сможете погрузить сюда нечто длиной до метра 80. А расстояние от крышки багажника до передней панели здесь 2 метра 65 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику, в данном случае можно отметить наличие на правой стороне 12-вольтовой розетки и дополнительного отсека для хранения. Причем весьма вместительного, поскольку в данном случае Santa Fe в пятиместном исполнении. Набор штатного инструмента располагается в том же месте, где и у Соренто. Как и запасное колесо, здесь оно тоже снизу под полом кузова. Присутствуют и петли для крепления сетки для фиксации груза. Здесь их 4 штуки, но расположены они здесь на полу. Ну а теперь переходим к интерьерам. Салон Соренто предсказуемо большой. Здесь достаточный запас пространства, в том числе и над головой. И это несмотря на то, что в данном случае машина имеет панорамную крышу, передняя часть которой представляет собой электролюк. При росте метра 86 мне быстро удалось подобрать за рулем этого кроссовера удобную посадку. Кресла здесь практически не имеют какого-то ярко выраженного профиля. Боковая поддержка присутствует только на спинке и то по большому счету номинальная. Зато ширина самой подушки сидения здесь достаточная практически для водителя любых габаритов. В данном случае у нас кожаный салон и имеются электрорегулировки. Причем у водительского кресла можно регулировать не только высоту подушки, но и ее наклон тоже. Очень даже полезная опция, которая позволяет вам не оставить собственное бедро без упора на кресло. В плане запаса регулировки сидения его здесь хватит практически любому. Если я отодвинусь до предела назад, то я могу в принципе болтать ногами в воздухе, не доставая до педали и до моторного щита. До моторного щита достать не получится, даже если я буду тянуть носок. Что касается рулевой колонки, регулируется она как по вылету, так и по наклону. Регулировки механические, диапазон достаточный. Комбинация приборов в данном случае это у нас дорестайлинг. Здесь три отдельных колодца. Левый занят тахометром, центральный спидометром, а правый указателем уровня температуры, а правый указателем уровня топлива и указателем температуры двигателя. Время цветных дисплеев бортовика на дорестайлинговых соренто еще не настало. Рулевое колесо здесь большого диаметра, но при этом довольно удобной формы. Подрулевые переключатели на своих местах переключаются они пластмассово, но вполне терпимо. Что касается кнопочек, клавиш и прочих моментов, на левой стороне, на подлокотнике абсолютно стандартный блок управления стеклоподъемниками. Все они имеют автоматический режим. Здесь же центральный замок, блокировка стекол и регулировка зеркал. Здесь же центральный замок, блокировка стеклоподъемников и регулировки боковых зеркал плюс их складывание. Слева от руля у нас находится клавиша включения-выключения блокировки мухты полного привода, система стабилизации, омыватели фар и внедорожный круиз или контроль скорости на спуске. Также тут можно регулировать яркость подсветки приборов. На рулевом колесе у нас заняты практически все места. Это регулировка громкости магнитола и переключение каналов. Слева круиз-контроль справа и управление телефоном, который по Bluetooth подключается к штатной системе. Здесь она имеет монитор, на него выводится картинка с камеры заднего вида. Ниже располагаются клавиши аварийной сигнализации, отпотевание лобового стекла, обогрев заднего, включение кондиционера и рециркуляция. Остальное управление климатом вынесено еще ниже. Здесь есть дисплей. Климат-контроль рассчитан на две зоны. Левая и правая температура регулируются удобными поворотными ручками, а вентилятор клавишами. Режимы обдува также листаются при помощи кнопок. Кнопки крупные и тактильно различимые, так что управлять всем этим делом получится, даже не отвлекаясь от дороги. Под климат-контролем располагаются клавиши подогрева сидений. В некоторых комплектациях эти машины могут иметь еще и вентиляцию, как на водительском, так и на обоих передних креслах. Еще ниже 12-ти вольтовая розетка, прикуриватель, выход AUX и USB-разъем. Селектор коробки передач привычный, кнопки блокировки здесь нет, прорезь в виде змейки. Плюс отдельная секция для ручного переключения передач. Ну а заводится автомобиль с кнопки. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, внизу перед селектором небольшая полочка. Есть два подстаканника, один из которых занят портативной пепельницей. В центральном боксе очень много места для хранения. Здесь же есть выносная полочка, если она не нужна, ее можно просто выбросить. И слот, куда вставляется ключ, в случае, если в нем села батарейка, если вам нужно завести автомобиль. В сравнении со многими автомобилями центральный бокс Sorento действительно безразмерный. Поспорить с ним сможет разве что Acura RDI с первого поколения. А вот основной бардачок очень маленький. По сути дела приспособлен он лишь для документов. Зато бумаги формата А4 входят сюда даже без необходимости складывать их вдвое. На потолке есть футляр для очков, а внизу дверных карт присутствуют короткие кармашки, передняя часть которых оформована под бутылку с напитком. Что касается обзорности у Kia Sorento, основным нареканием будет ширина передних стоек. Понятно, это дань пассивной безопасности. В стойках, естественно, интегрированные airbagи. Но, тем не менее, на обзорности это сказывается. Линия остекления тут низкая, передняя панель тоже в целом. Капот, видимо, это касается боковых краев и переднего края при некоторых регулировках сидения. А боковые зеркала огромные. Плюс по краю. Имеется зона с преломлением, которая позволяет вам спокойно маневрировать в потоке. С маневрами задним ходом здорово выручает камера. Но если ее нет, поставьте хотя бы парктроник. Это сэкономит вам время и нервы. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается заднего сидения. Здесь оно полностью плоское. Никакой дополнительной боковой поддержки задним пассажирам не полагается. Но ширина его такова, что трое взрослых разместятся здесь и даже с комфортом. Тоннель на полу практически отсутствует. Пространство над головой здесь достаточно. А вот пространство для коленей не очень. Садясь сам за собой при росте метра восемьдесят шесть, я упираюсь коленями в спинку сидения. А она здесь на секундочку. Пластиковая. Соответственно, контакт этот, мягко говоря, не очень приятен. Плюс высота подушки сидения относительно пола такова, что если ваши ноги стоят на полу всей ступней, у вас образуется зазор. Между бедром и сидением в дальней дороге это может доставлять некоторые неудобства. Зато здесь можно регулировать по наклону спинку сидения. От практически вертикального до вот такого расслабленного, откинутого назад положения. И сейчас сидеть становится гораздо лучше. В центральном подлокотнике, который, к слову, здесь полностью мягкий, что большая редкость, располагается еще и два подстаканника. Также задним пассажирам доступна собственная 12-ти вольтовая розетка. И на этом все. В данной комплектации им не полагаются даже подогревы. Ну а теперь в салон Санта-Фе. Здесь также очень много места, в том числе и в ширину. Но ощущения Соренто немножко отличаются. Такое впечатление, что здесь больше пространства. Но это субъективное. Что касается интерьера сидения, ровно такого же профиля, как и в Соренто. Никакой, по сути, разницы между ними нет. Такие же неявно выраженные боковые поддержки на спинке. И полностью плоская подушка. Салон у этого автомобиля тканевый, но одетый предыдущим собственником в кожаные чехлы. Регулировки, механические. Особенность комплектации. Максимально сдвинутое назад сидение здесь не позволяет чувствовать себя столь вольготно, как в Соренто. Поболтать ногами уже не выйдет. Да и левая нога, будучи выпрямленной в колени, в моем случае полностью упирается в моторный щит. Регулировок у сидения тоже поменьше. Здесь есть только возможность регулировать его по высоте и по наклону. Рулевая колонка имеет также две плоскости регулировки. Как по вылету, так и по наклону. Причем регулировка по наклону подпружиненная, как на старых Тойотах. И это удобно тем, что колонка не обрушивается вам на руки, когда вы снимаете ее со стопора. Комбинация приборов здесь больше напоминает старые Мерседесы. Это три колодца. По центру спидометр, слева тахометр и справа температура плюс уровень топлива. Здесь белые шкалы, красные стрелки. Все это смотрится достаточно симпатично. Шрифты крупные, все читаемо. Подрулевые переключатели практически такие же, как и на Kia Sorento. Большой разницы в этом плане между автомобилями не чувствуется. Что касается клавиш, набор практически тот же. Стандартный блок стеклоподъемников и регулировка боковых зеркал на дверной карте. Чуть пониже, чем в Sorento, расположен блок дополнительных клавиш. Корректор фар, яркость подсветки приборов, блокировка муфты, стабилизация и противотуманки. В данном случае они получаются практически в слепой зоне. Руль у Santa Fe, по ощущениям, чуть поменьше по диаметру, чем в Sorento. И в данном случае гораздо более пустой. Здесь только управление магнитолой на левой стороне. Сама магнитола здесь у нас стандартная, никакого монитора нет. Это вариант с CD-проигрывателем. Ниже клавиша аварийной сигнализации, подогрев заднего стекла и оттаивание стекла лобового. Блок климат-контроля по функционалу такой же, как и на Sorento. Здесь тоже автоматический климат, регулировка температуры при помощи поворотных рукояток. Вентилятор управляется отдельной качающейся клавишей. Все кнопки крупные, все они тактильно различимы и тоже не вызывают вопросов при управлении, не глядя. Подогревы сидений в данном случае имеют три положения, а не одно, как на Sorento. Располагается все это дело внизу в лотке, но в принципе тянуться к ним особо не надо. И похожий блок с AUX-USB разъемом, только здесь он сориентирован вертикально. Слева прикуриватель, справа розетка на 12 вольт. А вот клавиша активации режима помощи при спуске с горы здесь вынесена к селектору коробки передач, который имеет практически такую же прорезь и змейку, как и на Sorento, но в зеркальном отображении ручной режим здесь у нас справа. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, то Santa Fe чуть-чуть обыгрывает своего оппонента. Полка здесь существенно покрупнее, и мобильный телефон уже легко войдет. Два подстаканника на центральном тоннеле. Есть внутри центрального бокса, есть небольшая прорезиненная полочка, а сам бокс, хоть и не такой безразмерный, как у конкурента, зато имеет внутри сопло кондиционера, который позволяет вам охлаждать то, что вы сюда сложите. Основной бардачок у Santa Fe практически того же размера. Бумаги А4 войдут сюда без складывания пополам. Но есть автомобили, где объем перчаточного ящика не в пример больше. Есть небольшой бардачок, покрытый чем-то типа бархата, наверху приборной панели, а вот футляров для очков здесь целых два. Внизу дверных карт, кармашки, передняя часть отформована под бутылку, а под блоком климат-контроля располагается что-то типа выдвижной пепельницы, но этот лоток с пластиковым покрытием внутри. В плане обзорности все неплохо, здесь также широкие стойки, но передняя панель кажется ближе к водителю, чем в Соренто. Боковые зеркала по-прежнему большие, также есть зона с преломлением, линия бокового остекления низкая, капот видимый. С парковкой назад здесь выручают парктроники, но хотелось бы, чтобы была еще и камера заднего вида. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у задних пассажиров. Пас минимальный, но он все-таки присутствует. Здесь сидение такое же плоское, такой же низкий тоннель на полу, и то же самое висящее в воздухе бедро ноги. Центральный подлокотник здесь присутствует, как и подстаканники, только в данном случае они посложнее по конструкции и имеют фиксаторы. В целом удобно. Внизу центрального тоннеля у нас присутствует очень маленькая полка непонятного предназначения и 12-ти вольтовая розетка. Подогрева в задних сидений здесь также нет, а внизу дверных карт, как и на Соренто, есть короткий кармашек, куда можно поставить бутылочку. Ну а перед тем, как посмотреть на Киа Соренто снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет по каталогу. Его значение для данного автомобиля это 184 мм. Вооружимся рулеткой, проверим его на соответствие действительности. Самая низкая точка в данном случае под защитой моторного отсека, 18 см ровно. Также до края переднего бампера здесь 29 см. До порога за передним колесом 27 см. А в задней части 31 см, но кому-то, судя по всему, этого не хватило в данном случае. Отбортовка порога у нас подмята. Ну а расстояние до заднего брызговика от асфальта 33 см. Чуть ниже этой отметки висит запасное колесо. Но в целом дорожный просвет у Киа Соренто вполне достаточный, даже с учетом длинной колесной базы. Что касается ходовой части, то передняя подвеска Соренто XM представляет собой обычный привычный Макферсон. Шаровые опоры в данном случае у нас в рычаге запрессованы. По задумке производителя меняться они должны только вместе с ними в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости у нас крепится сверху на подрамнике. Доступ к креплениям, скажем так, затруднен. Проще демонтировать подрамник для замены втулок. Рулевая рейка расположена перед стабилизатором. В данном случае самая обычная гидравлическая. Поэтому при осмотре подобного экземпляра внимание не только на отсутствие стуков, но еще и на отсутствие течи и рабочей жидкости по сальникам рейки, а также по магистралям подачи и обратки. Не забывайте также про ту самую экспресс-проверку наличия шлицевой части кардана. Кардан в настоящем автомобиле вращаться не долго. В задней части автомобиля мы видим разделенный на две половины топливный бак. Здесь он пластиковый, его объем 64 литра. Муфта полного привода, которая также иногда вносит свою лепту в его неисправность. Правда, гораздо реже, чем шлицевая часть в переднем редукторе. Задняя подвеска у второго Соренто – это многорычажная схема. Здесь по три поперечных рычага и одна продольная тяга. Верхний поперечный рычаг имеет наверху еще и шаровую опору. Соответственно, сайлинг-блоков здесь тоже много, и все это хозяйство лучше проверить на исправность при покупке. Амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов по отдельности. Ну а теперь про дорожный просвет Hyundai Santa Fe. Каталожное значение для этого автомобиля больше, чем у Соренто – 203 мм. И замер под защитой дает нам цифру в 20 см, что, в принципе, соответствует заявленному. Край переднего бампера здесь в 29 см от поверхности асфальта. Брызговик кто-то уже благополучно отломил. Расстояние до отбортовки порога за передним колесом – 28 см. В задней части без изменений те же 28 см. Брызговик сзади висит в 25 см от асфальта, а до края бампера – 32 см. Можно констатировать, что в плане клиренса Hyundai Santa Fe все-таки превосходит. Соренто, по крайней мере, здесь вы сможете пропустить более высокое препятствие между колесами. Что касается ходовой части Santa Fe, здесь картина та же самая, как и на Kia Sorento. Это MacPherson спереди, это запрессованные в рычаги шаровые опоры, это крепление стабилизатора на подрамнике. Также с не очень удобным доступом к его креплениям для замены втулок. Рулевая рейка также гидравлическая. И все та же рекомендация проверить кардан на предмет наличия живой шлицевой части. Даже в плане антикоррозийной обработки по низу эти два автомобиля практически копируют друг друга. Антикорроз здесь нанесен не только в районе порогов, но и на днище кузова. Плюс довольно солидное количество шовного герметика на соединениях. Топливный бак у этого автомобиля также пластиковый, но его объем больше 75 литров. А вот задняя подвеска по своей архитектуре идентична. Здесь также по три поперечных рычага и по одной продольной тяге. На верхнем рычаге присутствует шаровое соединение. Пружина и амортизатор стоят отдельно друг от друга. И в целом все очень похоже на Kia Sorento. На этом наш сравнительный обзор подошел к завершению. Надеемся, после его просмотра у вас появилось общее представление о том, как соотносятся между собой эти два двоюродных собрата. Если у вас был или есть какой-то из таких автомобилей, на котором вы накатали, не одну сотню тысяч километров вам есть в чем дополнить и в чем нас поправить, все это пропишите в комментариях, чтобы людям, которые ищут себе какой-то из таких вариантов, было проще окончательно определиться с выбором. Если обзор вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте указывать, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах на будущее. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, всего хорошего и до новых встреч на канале. Пока!